Сегодня в ремонте GT. Традиционная история с кареткой, потому что каретка пластиковая, забивается песок, каретка начинает люфтить, но плюс велосипед грязный, соответственно подшипники сгнили. И достаточно удачно получается. У нас здесь боночка сорванная. Сейчас мы ее высверлим, я покажу как я новую вставляю, и боночка у нас сюда вывалится, мы ее вынем. То есть не будет в раме болтаться остатки, которые высверлиться внутрь. Обычным сверлом высверливается старая бонка. Сначала маленьким сверлышком, потом диаметром 7 мм, оно ровно по размеру отверстия. Бонка вываливается внутрь, я еще не доставал. Здесь в раме есть отверстие, соответственно внутри ничего у нас не будет ни болтаться, ни дребезжать. Дальше мы берем вот такие вот классные фирменные заклепочки. С помощью обычного заклепочника вынимаем все внутренности заклепочника, вставляем просто длинный винт. Накручиваем сюда бонку и заклепываем ее. Сейчас покажу как это выглядит. Я подобрал нужную длину, просто гаечку сюда наставил, и там у меня заклепка. И просто сжал, и заклепка расклепалась с той стороны. Сейчас я отсюда отверткой винт выкручу, и все готово. Все, установлена боночка. Обратите внимание, что с завода не по центру просверлили отверстие в этом белом кружке. Все готово. Напильничком отполировали. И сейчас будем каретку менять. Каретка здесь, кстати, очень нестандартная. Здесь 73 стакан и длина 113. Новая каретка установлена, крутится очень хорошо, все замечательно. Единственное, что она очень редкая, нестандартная. Обычно на GT длина идет под 73 стакан, и длина вала 119. Здесь почему-то 113. Но все в целом хорошо. Защита крепится интересным образом. Такая вот заглушка винтовая. Надевается защита этой заглушкой, и туда внутрь шатуна вкручивается. Причем я так понимаю, что защита только на этот подойдет вариант, потому что здесь очень большая глубина до резьбы. Интересный вариант. У Сентура крепление защиты на шатуны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...